День города отмечают раздельно. Это в Одесской области райцентру 155 лет. Сегодня там прошло множество мероприятий, но одна акция была особо любопытной. Какая, расскажут наши корреспонденты. В центре раздельной очередь из желающих бесплатно получить очки. Причем по индивидуальному рецепту. Неделю назад врачи-оптометристы также бесплатно обследовали здесь более 800 жителей района. Зрение проверяли на профессиональном оборудовании в больнице. А еще в приемные нардепа Николая Скорика и депутата облсовета Виталия Саутенкова. Степан Бухарев всю жизнь проработал на железной дороге. После инфаркта и инсульта зрение ухудшилось. Питать до офтальмолога это сильно дорого для меня, потому что пенсия слабенькая. А тут за бесплатно сделают, осмотрят и выпишут очки. А то, что там разговоры идут, что наша бензина бесплатна, это все только на бумажках, на словах. А вот это личное дело для народа делают. Виталий Саутенков, представитель оппозиционного блока, такую акцию проводит уже больше года. За это время очки получили порядка 9 тысяч человек. Жители Великомихайловского, Беляевского районов Одесской области, города Южный и Суворовского района Одессы. Политик объясняет, стали заниматься этим, поскольку проблема действительно огромная. Сейчас, например, на весь район не больше одного офтальмолога, а стоимость очков в среднем составляет 600 гривен. У многих ветеранов, к стыду нашему, даже нет денег на дорогу, для того, чтобы доехать в областной центр и провести это обследование. Поэтому мы приезжаем непосредственно в каждую деревню и в каждый дом заходим. И это наш маленький вклад для того, чтобы улучшить жизнь людей, для того, чтобы закрыть самые элементарные их проблемы и вопросы. Тем временем, по своему рецепту, люди получают очки, примеряют их, и вот их первые эмоции. Все. И вас очень хорошо побачили. Всех, всех, всех. И далеко побачили. И бачили на поликмахера, что там оно прическа работает. Все бачили. А то было в тумане так, очень закрыто, было не бачили ничего. Каждый хочет подойти и лично поблагодарить депутата. Вот, например, вот эти очки я делала, они стоят 600 рублей. Для меня, это для моей пенсии полторы тысячи, знаете, у нас пенсии у всех маленькие, это хороший подарок. В благотворительном фонде Виталия Саутенкова говорят, теперь на очереди Захарьевский, бывший фрунзовский район Одесской области. Бесплатная диагностика зрения с последующей выдачей очков пройдут там в ближайшее время. Андрей Кровец, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер, Одесская область.